Когда партия, представленная в Конгрессе, в последний раз официально объявила другую террористической организацией, и гражданская война была в самом разгаре. Такого не было уже более 150 лет. Обычно партии спорят, иногда ярятся, обзываются, порой они приходят в настоящее бешенство и обзываются прямо очень обидно, но чем они не занимаются? Так это не используют правоохранительные органы для подавления, преследования и арестов избирателей, поддерживающих другую сторону, потому что это не демократия, а тирания. Однако мы на один шаг приблизились к тирании, при том, что мы, возможно, уже живем при ней, благодаря одному документу, который в Палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму. Эта инициатива предписывает ФБР, цитата, «анализировать и отслеживать внутреннюю террористическую активность». Итак, как она определяется? Разумеется, определять мы ее никак не будем. Иными словами, этот законопроект предписывает ФБР, крупнейшему правоохранительному органу в США, отслеживать недоброжелателей Джо Байдена. В его рамках серьезно расширяется понятие внутреннего терроризма. Под него теперь попадают преступления на почве ненависти, что бы это ни значило. Также ФБР и Минюст будут давать правовую оценку тому, проникли ли сторонники превосходства белой расы в правоохранительные органы на федеральном или местном уровне. Кто такой сторонник превосходства белой расы? Это мы тоже определять не будем. Так что, если вы принимаете закон, который дает право людям с оружием совершать аресты, то, наверное, нужно дать определение понятиям. В противном случае, законом будут злоупотреблять. Если, конечно, этот закон не писался как раз для этого. Согласно закону, правоохранительные органы будут должны два раза в год выпускать доклад для Конгресса по теме угрозы со стороны сторонников превосходства белой расы и неонацистов. Потому что, как оказывается, единственная форма дискриминации по расовому признаку в нашей стране исходит от одной группы. И эта группа за демократов не голосует. И в этом весь смысл. Именно поэтому там нет ни слова о БЛМ, Антифа или темнокожих националистах. И термин «идеология превосходства белой расы» там не определяется. И это странно, учитывая, что этот термин — единственное, о чем говорили законодатели, когда голосовали по этой инициативе. Недавние атаки сторонников превосходства белой расы напомнили нас меньшинством о той мрачной странице нашей истории, которую мы еще не перевернули. Мы становились свидетелями слишком многих актов внутреннего терроризма. На фоне распространения идеологии превосходства белой расы и разгула экстремистов, которые разжигают предубеждения и ненависть, мы наблюдаем тревожный рост внутреннего терроризма, подпитываемого этой ненавистью. Не стоит забывать, что когда вы слушаете этих людей, наихудших и самых ограниченных представителей нашего общества, но все же избранных членов Конгресса, и как они атакуют сторонников превосходства белой расы, то вам нужно знать, как они определяют последних. Так что если вы процитируете Мартина Лютера Кинга-младшего, памятник которому стоит на национальной аллее, и скажете, что американское правительство должно обходиться с людьми, исходя из того, что они собой представляют, а не смотреть на их происхождение и цвет кожи, то вы, по определению людей, которых вы только что слушали, сторонник превосходства белой расы. Страшно как-то. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНО-ТВ. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин